Организаторы этого мероприятия решили посетить одну из первых 17-ю гимназию Черкеска. И это не случайно. Сотрудники республиканского наркологического диспансера пояснили, что микрорайон, в котором находится данное учебное заведение, является одним из неблагополучных в сфере распространения наркотических веществ. Учителя, представители наркологического диспансера, а также уполномоченные по правам ребенка в республике Лариса Абазалиева призвали родителей не отмахиваться от данной проблемы и поддержать проведение тестирования в школах. Ко мне на прием приходят многие мамы и отцы с такой бедой, то это, вы знаете, это не какие-то там маргиналы, это не какие-то люди, которые не занимались своими детьми чаще всего. Чаще всего это нормальные любящие родители. И их в чем-то винить крайне сложно. Но проблема в том, что когда они узнали о беде, было уже совсем поздно. В Сургуте более 90 человек вчера, мягко говоря, чуть не умерли от того, что употребили неизвестную курительную смесь. То есть это сплошь и рядом происходит. Надо сказать, что это не только в Сургуте происходит, но и у нас в частности это происходит. Может быть, просто не до такой степени все это доходит до оглас. Присутствовавшим рассказали, в какой форме будет проводиться тестирование. Для начала нужно получить письменное согласие одного из родителей. Подросток, которому исполнилось 15 лет, может решить сам, будет он сдавать анализы или нет. Тестирование состоит из двух этапов. На первом учащиеся ответят на вопросы специальной анкеты. На втором пройдут медосмотр и сдадут анализы. Родители в ходе разговора высказали свою обеспокоенность тем, что итоги проверки станут общедоступными и известными. Наркологи успокоили мамочек, пояснив, что согласно закону результаты проверки являются конфиденциальной информацией. Результат на то, что у кого-то там из детей может быть положительный тест, чтобы как это выявилось, это будет знать только специалист, который делает анализ. Все. Точно так же хочу знать, чтобы вы вернее знали, что вот эти самые информационные согласия, которые вам впоследствии раздадут, вам и вашим детям, они вкладываются сейчас в личные дела. То есть это обязательно сейчас. Мы сейчас будем заключать со школой, в частности договоры заключаем, на то, что школа в курсе, что мы будем это все проводить, что школа дает добро, в частности, на проведение. Вот так открыто и не боясь ничего, в городе Черкесске наркодилеры торгуют своим товаром. Этот интернет-магазин открыт на одной из страниц распространенной социальной сети. Доступ к ней не ограничен. Торговцы расхваливают товар, а те, кто уже его попробовал, делятся своими впечатлениями с другими. И надо сказать, что любителей подобной дури предостаточно. В так называемых «друзях» у пользователя этой страницы зарегистрировано около 350 человек. Начальник отдела здравоохранения мэрии Черкеска Тамара Хохандукова выступает полностью за проведение тестирования в школах. Представители медицинского сообщества забили тревогу еще несколько лет назад. Город Черкес стал одним из первых городов России, в котором начали проводить подобное тестирование на наркотики. Введено оно было еще в 2009 году. Когда мы начинали проводить тестирование, мы были одним из пионеров в Российской Федерации. Кроме Республики Татарстан, тогда практически никто не занимался. Мы как бы переняли опыт работы Татарстана. После этого правительство Российской Федерации обратило внимание на эту проблему. И сейчас есть уже нормативные документы, которые предписывают всем проводить вот это тестирование. Всего за время проведения тестирования в Черкесске было проверено около 7 тысяч школьников. Анализ проводился на три вида наркотических веществ. Но данное тестирование не позволяло выявить личность подростка, употребляющего наркотики, так как в тестах не указывается ни фамилия, ни имя, ни класс, в котором учится школьник. Наркологам и психологам только и оставалось, что усиливать антинаркотическую пропаганду в учебных заведениях, в которых были обнаружены дети, употреблявшие наркотики. В учебных заведениях, в которых выявлены случаи употребления наркотических веществ, мы им уделяем особое внимание. Проводим дополнительные профилактические меры, проводим лекции, беседы, тренинги. То есть эти исследования неэффективны. Вид тестирования, предлагаемый федеральным министерством, более усовершенствован. Теперь, согласно закону, можно выявить, кто именно из школьников употребляет наркотики. Здоровьем подрастающего поколения всерьез обеспокоились не только медики республики, но и депутаты. Так, в числе первых среди субъектов Северо-Кавказского федерального округа в Карачаево-Черкесии введена административная ответственность за распространение энергетических напитков. В апреле этого года депутаты Народного собрания республики приняли законопроект, который предполагает штраф до 100 тысяч рублей за реализацию слабоалкогольных энергетических напитков. Энергетики становятся причиной гибели подростков. В нашей республике зафиксировано уже два подобных случая. Сегодня медики говорят еще об одном веществе, которое получил большое распространение среди молодежи – это насвай. Депутаты Думы города Черкеска в 2012 году обратились в Народное собрание республики с законодательной инициативой о запрете его на территории Карачаева-Черкесии. Все психоактивные вещества опасны по-своему, и с каждым годом появляются все новые и новые наркотики. Лирика и другие кодеиносодержащие препараты пользуются не меньшей популярностью в Карачаево-Черкесии. Мы тоже приняли решение ходатайствовать перед Министерством здравоохранения республиканским наркологическим диспансером, чтобы вот эти наиболее общие потребительные препараты молодежи были, в общем-то, определены при помощи современной медицинской аппаратуры, которая имеется в этом наркологическом диспансере. Организаторы тестирования считают, что сам факт проверки в школах повлияет на снижение употребления наркотических веществ. Подросток будет бояться последствий. Кроме того, если факт употребления наркотических веществ будет выявлен, ребенок сможет получить необходимую помощь медиков. В тексте закона сказано, что в случае выявления наркозависимости ученика он направляется в специализированную медицинскую организацию, оказывающую наркологическую помощь. Принуждать лечиться никто не будет. Это действие, опять-таки, проводится с письменного согласия родителей. Фатима Куршева, Михаил Каракелян, Андрей Дорошенко. Итоги недели.